Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас хочу сказать несколько слов о моих правилах, которые я стараюсь соблюдать при посеве различных культур на рассаду. Речь пойдет о помидорах, перцах и баклажанах. Выращивание рассады это, конечно, очень важная тема. И хотя в последнее время я стараюсь выращивать помидоры безрассадным способом, даже перцы пытаюсь выращивать, также минуя стадию рассады, но тем не менее без выращивания рассады совсем обойтись пока нельзя. Ну и попутно покажу, как выглядит моя рассада в разное время. Рассаду помидоров, перцев и баклажанов выращиваю самостоятельно и считаю, что делать это не так уж и сложно. Сроки посева этих культур на рассаду очень сильно разнятся в зависимости от условий выращивания. Мой регион, напомню, Сибирь-Барнаул. Я сею перцы на рассаду, ну, примерно с 1 по 15 марта, помидоры с 15 по 31 марта, ну, а баклажаны в первых числах марта. Окна моей квартиры смотрят на юг, лоджия очень солнечная, поэтому более ранняя рассада просто перерастает. Вот, например, у моих знакомых окна выходят на другую сторону, и сеять им приходится значительно раньше. Самый лучший вариант выбора оптимального срока посева, это сначала посеять рассаду в 2-3 приема с интервалом в неделю, и какая рассада вырастет лучше, то в это время и сеять в дальнейшем. Об этом рассказываю отдельно. Грунт для рассады стараюсь заготавливать самостоятельно. В качестве емкости для рассады использую пластиковые стаканчики по пол-литра. Пикировку ростков при выращивании рассады не применяю, поэтому слой грунта в емкости для помидоров насыпаю примерно сначала на треть стаканчика, чтобы была возможность подсыпки в дальнейшем, а для перцев и баклажанов подсыпка делается меньше, и насыпаю при посеве этих культур грунта примерно на 2-3. Семена и помидоров, и перцев для посева в основном использую свои, за исключением приобретенных новых сортов, которые постоянно пробую выращивать, чтобы посмотреть, насколько они подходят для нашей местности. Поскольку свои семена взяты с лучших и здоровых растений, то никакой предпосевной обработки для них за ненадобностью не делаю. Глубина посева семян для помидоров, перцев и баклажанов около 1 см и зависит от качества используемого рассадного грунта. Если посеять слишком глубоко, то у ростков может не хватить сил пробиться через грунт, особенно если грунт тяжелый. А если посеять слишком мелко, то помидоры и перцы всходят, не сбросив семенную оболочку, что тоже нарушает нормальное развитие рассады. Поэтому грунт рыхлый нужно сеять поглубже, грунт тяжелый сеять помельче. Я сею, повторюсь, примерно на глубину 1 см. Посев провожу всегда сухими семенами и загущенно. В стаканчик сею не менее 3-5 семян. Повышенный расход семян меня не пугает, потому что их у меня всегда в достатке. Зато, как давно замечено, в условиях жесткой конкуренции всходы очень активизируются. Да и когда придет пора рассаду прореживать, то всегда будет возможность оставлять только самые сильные и здоровые растения. Конечно, если семян в наличии мало, а рассады нужно вырастить много, приходится сеять все эти культуры более экономно. Посевы рассады поливаю ежедневно, но не очень обильно, а только смачиваю поверхность почвы. Пока рассада не взошла, держу ее в теплой кладовке, потому что свет ей не нужен, но как только появляются первые петельки всходов, то сразу стаканчики переношу на подоконник, поближе к свету, а после и на лоджию. Помидоры всходят обычно через 4-5 дней, редко до 10 после посева, а перцы немного попозже, через 7-10 дней, редко до 15. Баклажаны всходят примерно так же, как и перцы. Количество рассады планирую с учетом необходимости, и несколько штук всегда сею про запас, на случай выпадения растений. Следует учитывать, что некоторые приобретенные семена оказываются не очень качественные, могут сходить не все и очень долго. Однажды я приобрел семена помидоров, из них зашел из 20 штук всего один росток, и лишь на 21 день после посева. Вот такое бывает. Поэтому семена лучше приобретать у проверенного поставщика лучше в фирменных магазинах. Но еще лучше заготавливать их по возможности самостоятельно. В этом случае проблем, как правило, не бывает. Вот такие основные правила стараюсь соблюдать при посеве на рассаду вот этих вот культур. Повторю очень коротко. Стараюсь использовать свой рассадный грунт. Никакой предпоседной обработки семенам не делаю. Выращиваю все без пикировки. Использую по возможности загущенный посев. Ну и сроки посева выбираю индивидуально именно для моих условий выращивания. Вот это все дает в целом, я считаю, неплохие результаты. Схожесть получается нормальная, и рассада потом растет тоже хорошо. Ну, в конце пожелаю всем огородникам хорошей рассады, хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.